Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, конечно, тема не совсем онкологическая, но данная проблема в нашем институте все равно, несмотря на все методы, скажем так, профилактики, стоит достаточно остро, и тому есть определенные причины, сейчас мы немножко о них поговорим. Значит, вообще частота тромбозов и тромбоэмболий в плановой нейроонкологической клинике достаточно невысока. Примерно 1% этих осложнений. Но 0,6% это тромбоэмболия легочной артерии, которая очень часто заканчивается фатально, и нашим нейрохирургам, например, обидно, когда пациент хорошо перенес операцию, долго тяжело болел, благодаря усилиям совместных и анестезиологов, и реаниматологов, вроде бы поправился, переведен на отделение, но при попытке его вертикализировать происходит тромбоэмболия, и он гибнет практически на глазах и у родственников изумленных, и у персонала. Поэтому данная проблема очень, скажем так, болезненно воспринимается не только нами, как анестезиологами и реаниматологами, но и нашими нейрохирургами. Если коротко об эпидемиологии тромбозов глубоких вен, то по данным разных авторов частота тромбоэмболий в хирургических клиниках разнится. Некоторые 60% описывают практически, а некоторые описывают меньше процента. Тому есть объективные причины, потому что и данные литературы, и наши данные говорят о том, что тромбоэмболии протекают волнообразно. Вот если мы посмотрим данные секции нашего института за 10 лет, с 1999 по 2009, мы отметили, что бывали годы, когда вообще не было на секции обнаружено тромбоэмболии легочной артерии, как причины смерти, а были годы, где 9 человек, у которых была основная причина смерти, их гибели нейроонкологических пациентов. Это тромбоэмболия легочной артерии. Именно поэтому мы считаем, и эпидемиология так разнится по данным разных исследований разных авторов. Если мы посмотрим на факторы риска развития тромбоэмболии легочной артерии, то их достаточно много. Так, например, сейчас есть уже даже описывается, считается, что любой человек, который более-менее возраста 40 лет летит в самолете эконом-классом больше 4 часов, должен получить низкомолекулярный гепарин, потому что он тоже попадает в очень высокий фактор риска развития тромбоэмболии легочной артерии. Тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Опять же, одна из шкал, их несколько шкал, где мы видим, что если пациент с опухолью, любой опухолью, если пациент подвергается достаточно длительной операции, от 2 до 4 часов, они и хирурги, они все, в общем-то, то как минимум умеренно, а то и высокая степень риска практически у 99% касаемо тромбоэмболии развития в послеоперационном периоде. Именно поэтому один из немногих протоколов, который принят ученым советом нашего института, и очень много помимо анестезиологов, рематологов, в его создании принимали нейрохирурги, потому что для них эта тема тоже была животрепещуща по разным причинам. Вот достаточно большой протокол, мы, конечно, его взяли на основе исследований наших коллег из Бурденко и других клиник, кто занимается нейроонкологией, где больные подвергались лабораторному мониторингу, диагностике, скринингу тромбоэмболии, инструментальным методам обследования, ну и, соответственно, в зависимости от полученных результатов, им проводились механические методы профилактики, фармакологические методы и хирургические методы профилактики тромбоэмболии. К лабораторным методам, по нашему мнению, до сих пор скрининговым остаются додимеры, они имеют свои недостатки, но пока лучше них ничего нам не предложено, как клиницистам. Цена тоже, кстати, достаточно дорогая, если вот так вот мы смотрели этого анализа, но без него пока сложно. К инструментальным методам диагностики, золотым стандартом является контрастная флебография, но в клинике крайне сложно провести, и это тяжело инструментально и дорого, поэтому у нас в клинике остается дуплексное ультразвуковое сканирование, особенно если додимеры повышены у наших пациентов. Что касаемо профилактики, ну все пациенты могут и должны, наверное, подвергаться механическим способам профилактики, потому что они для нейроонкологических больных достаточно безопасны. Мы прошли, хочется отметить, вот бинтование ног, но четко доказано и нами, и многими исследованиями, что этот метод не работает, он очень субъективен. Компрессионный трикотаж, прерывистая пневматическая компрессия, внутренняя активация. Вот еще один из методов, даже просто придание возвышенного положения ног приводит почти два раза к снижению частоты тромбозов глубоких вен нижних конечностей. Что касаемо челков, необходимо помнить, что носить их надо не только в отделении реанимации ближайшие 5-10 дней до снятия швов, а до двух лет рекомендуют. Это наши же российские рекомендации. А есть и даже более длительно, если у пациентов различные осложнения отмечались все-таки, чтобы профилактировать. Методы хирургической профилактики. У нас в институте сейчас этот метод стал практически рутинным, опять же, потому что протокол был принят совместно и реаниматологами, и нейрохирургами, и наши нейрохирурги практически сразу берут пациента. Чаще всего, конечно, у нас это имплантация кавофильтра. И вот когда мы сравнили наши данные, у нас чаще даже, чем бурденко, мы используем методы хирургической профилактики тромбоэмболии. Практически стопроцентная надежность, если мы видим у пациента флотирующий тромб, если он диагностирован вовремя, обезопасить его от дальнейших неприятных осложнений. Ну вот больше данные литературы, остальные методы, которые тут указаны. Показания – это наличие, как я уже говорил, флотирующих тромбов к проведению хирургических методов профилактики. Ну и противопоказания, если есть у пациента, к проведению антикоглятной терапии также является показанием. Рецидирующая тромбоэмболия и легочная артерия тоже, согласно приказам Минздрава. Мы видим в Америке 224 тысячи кавофильтров за год. В Европе в 25 раз меньше, в России или данные неполные – еще меньше. Но еще раз повторюсь, у тяжело болеющих нейроонкологических пациентов мы сейчас используем достаточно часто, потому что если пациент находится при кованом кровати неделю, и дальше, конечно, риск его крайне-крайне высок. Поэтому здесь надо быть насторожи. Несмотря на окажущуюся дороговизную сложность, в общем-то, достаточно легко мы его ввели в нашу клиническую практику. Ну, введя вот этот протокол, который я рассказал, куча методов, и мы рассчитывали, что мы получим ответ, что сейчас мы уйдем от тромбоэмболии, особенно фатальных тромбоэмболий. Но жизнь показала, что надеяться это, конечно, можно, но все не так просто. Вот данные 2012, 2013 и 2014 годы. Это наших секций, опять же, наших пациентов, где мы видим 4 тромбоэмболии легочной артерии, фатальной. Уже когда протокол был, напомню, в 99-м году, введен, уже обкатан достаточно и поставлен, скажем так, в рутинную клиническую практику. 5 тромбоэмболий, 3 тромбоэмболии. Почему? Проблемы есть. Это и то, что прижизненная диагностика тромбоэмболий меньше, чем в половине случаев. Нет, до сих пор, как я уже говорил, додимеры, они могут применяться как скрининговый метод, но много «но» у них. Потом наши пациенты нейроонкологические, им сложно жалобы какие-то предъявить на свое состояние, касаемое «нох». Некоторые шкалы вообще позволяют, вот ВЭЛС, допустим, ставить у части нейроонкологических больных, именно если по шкале их считать, ставить диагноз ТЭЛА при наличии неврологического дефицита без этой тромбоэмболии. Ну и антикоуглианты все-таки до сих пор страх есть, особенно предоперационным, ранним, послеоперационным, потому что если возникает у больного геморрагическое осложнение, сразу начинаешь думать, а не от антикоуглиантов ли это, и протекает обычно у нейрохирургических больных, оно очень фатально, поэтому тоже страх к медикаментозной профилактике, он существует. Ну, вот дегимеры я уже говорил, в послеоперационном периоде очень сложно этот показатель интерпретировать. Диагностика ангиотромбозов затруднена у лежачих пациентов, ну и проведение хирургических медпрофилактики, несмотря на то, что мы используем их часто, наверное, раз в месяц точно мы ставим кавофильтр нашим пациентам, но он все равно, этот метод имеет ограничения и противопоказания. Ну, что мы можем сделать? Я не касаюсь здесь различных медикаментозных, прежде всего, чулки, я думаю, они должны быть в общем-то стандартной у нейроонкологических пациентов клиники, регулярные семинары, потому что сейчас опять уже подвергаются сомнения, некоторые постулаты профилактики по последним изданиям. Ну и насколько это возможно, адекватное оснащение аппаратурой, медикаментами и желательно, чтобы был, конечно, в клинике протокол профилактики тромбоэмболий. Все-таки 100% нет, но какую-то часть пациентов, те, которым мы поставили, мы нашли флотирующий тромб, и мы считаем, что, конечно, благодаря этому протоколу мы спасли. Благодарю за внимание.